Всем привет! В эфире Николай Брыков и сегодня мы поговорим об архитектуре решения FlowMon. Глобально любое решение по FlowMonitoring состоит из трех уровней. Первый уровень базовый это где ходит непосредственно сам трафик, откуда мы его берем для анализа и забираем из него телеметрию. Второй уровень это уровень где находится хранилище для телеметрии. И третий уровень это уровень обработки этих данных. Теперь давайте более подробно о каждом из них. Первый уровень это наше уже существующее коммутационное оборудование, которое может выдавать Flow того или иного формата. На сегодняшний день большинство устройств уже умеют работать с Flow. Это их базовая функция и ничего дополнительно делать не нужно. Конечно, если мы говорим о самых простых домашних каких-нибудь свитчах либо Wi-Fi роутерах, то там возможно такого не будет, хотя иногда и там встречается. Но все коммутаторы, которые чуть уровня повыше, уже имеют это как базовый встроенный функционал. То есть умеют выдавать Flow стандартно, который им ближе. Чаще всего это NetFlow, но встречаются и другие. Соответственно, нам ничего не стоит, кроме как зайти на коммутатор, включить генерацию NetFlow и отправлять его на коллектор для сбора. Такой подход удобен тем, что не требует дополнительных затрат на железо, каких-либо усилий. Но минус такого подхода в том, что он несет дополнительную нагрузку на сетевое оборудование. Потому что генерация Flow это как бы там ни было еще одна дополнительная задача. Помимо основной задачи коммутатора это коммутация. Что логично. Для тех случаев, когда мы не можем использовать базовый функционал коммутатора, либо мы хотим получить более глубокую детализацию потоков, мы можем использовать ZOND или Flowmon Probe. Это устройство программное, либо аппаратное, которое получает на себя зеркало трафика, всего трафика, и уже его обрабатывает. То есть забирает из него тоже данные о потоках и точно так же передает их на коллектор. В чем плюс работы с ZOND? Во-первых, он значительно глубже смотрит на детали. Для сравнения NetFlow и IPFIX разница в количестве метрик, которые они предоставляют, в три раза. То есть IPFIX, с которым работает Flowmon Probe, он значительно богаче на всю эту телеметрию. Плюс ко всему IPFIX работает на всех уровнях от L2 до L7, а NetFlow только L3 и L4. Также для тех вариантов, когда в сети невозможно произвести какую-то настройку. Например, служба безопасности хочет вести мониторинг потоков, не ставя в известность сетевиков. Для этого им достаточно поставить железку, завернуть на нее, зеркалировать трафик, и никто об этом знать даже не будет. Как трафик зеркалируется? Для зеркалирования есть два подхода. Первый – это включить зеркальный порт, либо спан-порт на коммутаторе. В этот порт будет собираться трафик из всех остальных портов и передаваться уже на ZOND. Здесь просто один физический лимк, по которому идет передача. Этот подход хорош тем, что не требует ничего дополнительно между зондом и коммутатором, но минус его, возвращаясь к вопросу о дополнительной конфигурации коммутатора, плюс дополнительная нагрузка присутствует. То есть не всегда это хорошо. Поэтому для таких случаев есть еще один подход. Использование физических разветвителей, которые называются ТАПы. Это небольшая железочка, которая ставится в разрыв линка, в разрыв патчкорда и создает на физическом уровне зеркало трафика. Железка настолько простая, что говорить об ее отказоустойчивости можно точно так же, как об отказоустойчивости нашего патчкорда. К слову говоря, оптический ТАП не имеет даже внешнего питания. Там просто стоит призмочка, которая делит луч света. Поэтому это довольно эффективное устройство. Минус его заключается в том, что оно из себя выдает два линка. Архитектура любого ТАПа такая, что из него выходит два линка. То есть мы занимаем два порта на зонде. Ну, здесь уже такая архитектура. Что происходит дальше? Когда мы забрали флоу, неважно откуда, это может быть гетерогенная среда, то есть и оттуда, и оттуда забираем, мы отдаем его на коллектор. Коллектор его сохраняет на тот промежуток времени, который нам нужен, который мы просчитывали, и дальше дает нам возможность обрабатывать этот флоу. Коллектор может быть как виртуальный, так и железный. А вот программные модули, которые на нем уже установлены, они всегда только программные. Базовый функционал – это есть Network Monitoring, то есть анализ того, что есть в сети, статистики. Посмотреть, кто ходил, куда ходил, сколько, какие протоколы, порты, производительность, то есть Network Performance Monitoring и так далее. Это делается в этом модуле. Он есть базовый, он неотъемлемая часть коллектора, никогда отдельно его невозможно удалить либо поставить. Он – базовый функционал. Все остальные четыре модуля являются опциональными и уже ставятся под конкретную задачу. Первый из них – это то, что обычно интересно больше безопасникам. Это система выявления аномалий в трафике, ADS – Anomality Detection System. Это модуль, который, основываясь на телеметрии, позволяет определить какие-то аномалии, то есть распространение вируса, либо вирусную атаку, либо нелегитимные действия каких-то пользователей и так далее. Делает он это, основываясь на моделях поведения, то есть не на сигнатуре какого-то вируса, а именно модель поведения, потому что любая аномалия в трафике, она хоть мельчайшая, хоть на 20 байт, 100 байт, но несет какие-то изменения в трафике, в конкретных протоколах, в хедерах этих протоколов и так далее. То есть все такие изменения легко детектируются и оповещаются уже системой, что где-то идет Broadforce, где-то идет Port Scanning, где-то кто-то сидит из пользователей, майнит криптовалюту. Третий модуль – Application Performance Monitoring. Основываясь на сетевом трафике, можно заглянуть в него и сказать, какое приложение в сети у нас работает хорошо или плохо. В частности, мы говорим о веб-приложениях и базах данных. То есть мы можем заглянуть в седьмой уровень, посмотреть SQL-запросы, HTTP-запросы, оценить их идущими в одну сторону, оценить ответ на этот запрос. Если там ошибки какие-то есть и так далее. То есть провести анализ работы приложения. Это обычно очень актуально, когда нужно проанализировать работу внутренних сервисов компании, таких как, например, HR-система, либо Helpdesk-система и так далее. Это легко делается таким модулем. Он безагентный. Все та же телеметрия, просто мы в нее глубоко заглядываем. Следующий модуль, четвертый, – это запись трафика. Кроме сбора телеметрии, мы имеем возможность записывать полностью трафик по запросу, либо автоматически, как уже нам больше нравится. Важным моментом является то, что эти два модуля, Application Monitoring и Traffic Recorder, они доступны только при наличии зонда. Зонд сам по себе – это деталь опциональная, его можно не ставить, основываться только на NetFlow, которое выдается коммутаторами. Но для работы этих двух модулей, естественно, нам нужен зонд, потому что писать трафик или заглядывать в седьмой уровень мы на базе NetFlow не можем. Пятый модуль – это выявление волюметрических DDoS-атак. То есть, когда нам кто-то валит канал, мы можем это выявить и дать команду корневому коммутатору, корневому роутеру. Этот трафик с атакой либо отклонить в принципе в Black Hole, либо перенаправить на центр очистки, если у нас таковой имеется. Система довольно гибкая. Обязательным компонентом является только коллектор. Ну и, соответственно, он идет с модулем Monitoring Center, как неотъемлемой своей частью. Все остальное уже масштабируется под задачу, под конкретные цели и так далее. То есть, все это очень гибко просчитывается под разные масштабы. Естественно, может быть как много коллекторов, так и много зондов. Тоже это все под конкретные задачи, конкретные условия просчитывается. Ну, в принципе, архитектура довольно простая. На этом все. До новых встреч. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok